Добрый день, коллеги! Мы рады приветствовать всех на 38-м вебинаре Цикла Райкс Состейнабилити. Сегодня наша тема – климатическое управление, стратегия внедрения климатической повестки в корпоративное управление и оценка климатических рисков. Сегодня у нас в гостях соучредители глобальной климатической инициативы Ольга Паско и Елена Хайкин-Сапожникова. Мы будем говорить про климатическое управление, мы расскажем про глобальные тренды в корпоративном управлении в связи с климатической повесткой, почему управляющие компании должны знать о рекомендациях TCFD, дорожная карта по сокращению Carbon Emissions, отражение климатических изменений в бухгалтерской отчетности. Также мы расскажем про оценку и раскрытие климатических рисков нефинансовой отчетности. Перед тем, как передать слово нашим гостевым спикерам, несколько слов просто про обычные наши проекты, квик-апдейт. Мы продолжаем наполнять базу ESG-отчетов по российским компаниям. На данный момент в базе уже более 80 российских компаний из 17 различных отраслей. 15 марта будет следующий апдейт нашего рэнкинга и в него войдет уже 100 компаний. Сейчас на экране вы видите светофорчик по компаниям, которые уже находятся в базе. Также отдельно указаны галочки по компаниям, которые входят в индексы РСПП Мосбиржи. Следующая тема наших вебинаров также вы видите на слайде. Климатические риски мы продолжим обсуждать совместно с Carbon Trust и исследовательским центром НРПО 10 марта. Будем говорить по климатическим рискам в черной металлургии. Ниже указаны дальше темы в марте. Между вебинарами 40 и 43 обязательно будут еще вебинары. Просто эти темы мы сейчас определяем до конца марта. Мы планируем сделать также отдельный вебинар по базе ESG-рейтингов российских компаний. Мы расскажем, как войти в базу, что содержится в этой базе, какие факторы учитываются. Так что этот вебинар будет полезен для компаний, которые хотят туда попасть и для тех, кто хочет пользоваться базой. Все новости и апдейты по мероприятиям будут на нашем Телеграм-канале, как обычно. Также хотелось бы сказать, что мы экспериментируем с форматами. У нас появился новый живой формат для тех, кто участвует в Клабхаусе. По пятницам в Клабхаусе мы обсуждаем новости с Телеграм-каналом Rx Sustainability. Мы приглашаем всех присоединиться к этому обсуждению, кто хочет пообщаться на тему ESG-новостей. Если кому-то не хватает инвайтов в Клабхаус, у нас они есть. Мы готовы поделиться. Пишите нам. Сейчас я закрываю свою презентацию и передаю слово нашему первому спикеру сегодня. Елена, подключайте микрофон. Коллеги, добрый день. Здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Добрый день. Ольга, вы будете подключать сейчас слайды, да? Да-да. Друзья, ну что, мы можем потихонечку начинать, я так понимаю, да? Да-да. Сейчас уже видно скриншир Ольги, сейчас появятся слайды. Ну, я могу уже начать говорить, пока Ольга развлечет вас тем, что на экране что-то происходит. Я потихонечку начну уже вам рассказывать о нашей инициативе и о каких-то, может быть, наших соображениях, мыслях и инсайтах, которые нас на пути нашей деятельности уже посетили. И нам всегда приятно с вами поделиться нашими наблюдениями, рекомендациями. Да и, в принципе, можно даже не побояться этого слова лайфхаками в контексте климатического управления и глобальной ESG. Слушайте, на самом деле это очень впечатляет, что у вас уже 38 прошло мероприятий по sustainability, или вот сегодня у нас 38-е, и это очень такая ответственная задача говорить с аудиторией, с организаторами, которые, как мне кажется, должны уже по этой теме знать все. Поэтому мы будем очень рады диалогу, вопросам, может быть, какое-то такое живое общение для аудитории, которая настолько сильно уже погружена в эту тему, может быть, более эффективной. Но в любом случае начнем с знакомства, и я расскажу вам немножко про нашу инициативу. Глобальная климатическая инициатива в России появилась совсем недавно. Мы запустились в прошлом году под эгидой Всемирного экономического форума. Это их инициатива, она так и называется, Global Climate Initiative, которую в ЭФ, Давосский форум, внедряют на уровне глобальной G20, и, может, даже большего ряда стран. Было принято решение именно сузить подход и посмотреть на климат как стендалон, как такой настоятельный трек и воспринять и мнение рынка, и мнение регулятора, и мнение инвесторов, всех вообще стейкхолдеров, так или иначе задействованных в этой теме. Потому что у нас почему-то мелькают слайды, можно чуть-чуть назад откатить на слайд номер три, если можно. И мы немножко на нем задержимся, пока я вам рассказываю. И можно даже на слайд номер один или номер два. Была создана эта инициатива в мае прошлого года. В прошлом же году мы запустили ее в Россию вместе с другими странами, которая, как я уже сказала, своим треком основным, своей стратегией выбрала именно проблематику управления климатом. Более того, еще более сужена эта тема, мы обсуждаем эту тему на уровне советов-директоров. То есть это по большому счету рекомендации, инструментарий, методические различные материалы, мнение экспертов, мнение консайтинговых фирм, мнение регулятора, безусловно, в контексте работы советов-директоров. В общем-то, наверное, это и неудивительно, потому что Всемирный экономический форум смотрится глобально, они занимают такое, в общем-то, достаточно стратегическое и верхнеуровневую позицию с точки зрения управления и рисками, и выдачи рекомендаций. Поэтому было принято решение именно пойти вот с верхнего уровня и работать именно с членами советов-директоров. На мой взгляд, это совершенно правильно, потому что и Ольга, и я, мы являемся членами нескольких советов-директоров, и я вам могу сказать, ну, как бы из опыта, да, по опыту, что, конечно, климатической повестке и вообще, в принципе, управлению климатическими рисками на сегодняшний день на уровне советов-директоров уделяется, не то чтобы не уделяется должное внимание, конечно, уделяется, мы сейчас об этом с вами поговорим, да, почему, кто драйвер этого процесса, откуда вообще ноги растут, да, и чего нам ожидать в ближайшие несколько лет. Но, в целом, это такое немножко, не только в России, может быть, даже в России в меньшей степени, как-то тоже может быть удивительно, но, тем не менее, в России, может быть, даже в меньшей степени и с подпалки. То есть есть некое регулирование, которое транслируется сверху, и дальше компании начинают соответствовать этому регулированию. Тогда, когда как бы осознанности на уровне компаний, такой, чтобы это был вот такой органический рост внутри компании, мы пока наблюдаем немного. И такая вот инициатива связана именно с работой советов-директоров для того, чтобы члены советов-директоров были в курсе вообще глобальных трендов, понимали, почему эти риски действительно названы риском, как с ними работать, что это не только в угоду листинга, требований биржи, инвестиционному сообществу, но в этом есть действительно смысл и реальный риск, и практическое влияние на развитие и на стратегию компании. Поэтому мы, конечно, эту инициативу поддержали, внедрили и внедряем ее в Россию. Наше первое мероприятие прошло в сентябре прошлого года, получило очень большой отклик. У нас сразу образовалось большое количество партнеров, интересантов, стейкхолдеров. Нас очень поддержал Центральный банк России, мы с ним провели несколько совместных заседаний. Как я уже говорила, наша платформа является просветительской. То есть мы являемся платформой для членов советов-директоров, для руководителей из G-подразделений компании, для C-suite менеджмента верхнего уровня по работе с климатической угрозой, с климатическими рисками, и климатическим управлением и даем соответствующие рекомендации, инструментарии, методические пособия для работы по этим направлениям. Нашим генеральным партнером стал Паузбербанк, как вы знаете, это, наверное, самый зеленый банк в России, который, они, конечно, такие локомотивы двигаются, очень-очень большой у них такой запал, и я надеюсь, что он будет только нарастать, с ними очень комфортно работать, потому что у нас такое очень рабочее партнерство, мы обмениваемся мнениями, проводим рабочие встречи, они являются... Алло, Елена, у вас, по-моему, звук пропал. Немножечко ползу, надеюсь, что сейчас все наладится. Сейчас вас снова слышно. Вы остановились на том, что Сбербанк самый зеленый банк России. Да, самый зеленый банк России на сегодняшний день, и что с ними действительно очень комфортно работать, потому что это не просто слова, и наша вся деятельность, она построена на таком принципе, что это, в принципе, не должны быть слова. То есть основной леймотив нашей деятельности мы хотим дать членам Совета директоров именно практические рекомендации для того, чтобы они не просто приходили в свой бодрум и говорили, да, климат, изменения, глобальное потепление, это важно. Кто что думает об этом. Именно приходили подкованные, да, то есть для того, чтобы у них в руках всегда была определенная повестка, они были осведомлены о том, что происходит в России, осведомлены о том, что происходит за рубежом, куда двигается регулятор, на что смотрит регулятор. И это приходило не снизу от менеджмента, и не тогда, когда уже что-то произошло нехорошее, а намного заранее для того, чтобы они могли это переварить, транслировать, заложить стратегию, может быть, там, не год в год, но на следующий год. И было такое планомерное развитие без скачков и рывков. И вот, как я уже сказала, да, что большое получило распространение в России и огласку, и мы, в общем-то, нас поддерживает довольно много игроков, включая центральный банк, и мы входим в различные рабочие группы, и Минэка, и РСПП, и вот с вами тоже сотрудничаем. То есть как-то, несмотря на то, что мы только-только запустились, уже стали обретать какую-то гравитацию и вес. И с нами также работают консультанты, это делает PayPiper и Deloitte, с нами работает PBN Hills, который помогает нам в нашей также просветительской деятельности, да, из точки зрения маркетинга и пиара, то есть такие большие бренды, и мы были, честно говоря, удивлены, что сразу же мы получим такую помощь и такую поддержку от таких больших игроков. Как вы знаете, в Сколково тоже ведется довольно большая работа по импактам, инвестициям, по зеленому финансированию, и я думаю, что, по крайней мере, вот в каких-то кулуарных разговорах с Андреем Шароновым тоже мы много обсуждаем о внедрении различных треков и в учебную программу, и в технопарке. То есть, в общем-то, это такая инициатива, которая очень своевременна, и самое главное, она переходит в практическую руку. Собственно, о чем мы сегодня с вами и хотели поговорить, о том, что очень важна практика, очень важен процесс, очень важно понимание, а что конкретно мы делаем, когда мы говорим о климатических рисках. Вообще, в принципе, изменение климата на сегодняшний день ни для кого не секрет, что это глобальная проблема. Можно много дискутировать о том, является ли это, в принципе, проблемой, но если оставить вот эти сентименты в стороне и принять все-таки как некую отправную точку, что да, это проблема, то тогда мы сталкиваемся с чем? Мы понимаем, что климатические риски могут привести к нарушению биоразнообразия, что у нас может быть снижение доступности к водным и энергетическим ресурсам, что у нас, в принципе, возможно, любые всевозможные экологические риски, которые вплоть до остановки предприятий, как мы наблюдали, в общем-то, в Норильске, или каких-то блоков, юнитов предприятий, могут очень существенно повлиять и на деятельность компании, и на ее устойчивое развитие, и на экологическую ситуацию, не говоря уже про финансовые последствия. На сегодняшний день выбросы парниковых газов считаются одним из главных причин изменения климата, и, конечно же, те стандарты и те рабочие группы, которые образуются вокруг ВЭФ или в России, или в TCFD, мы сегодня будем говорить, они, конечно, в основном крутятся вокруг выбросов парниковых газов, отчетности по этому поводу, информирования сообщества по этому поводу, и, конечно, важно все-таки еще отметить, что регулирование на сегодняшний день, вернее, проблема изменения климата и управления климатическими рисками дравится финансовыми рынками. Ну, понятно, что финансовые рынки, рынки капиталов, банковская система – это в некоторой степени кровеносная система всей общей бизнес-предпринимательской системы, и поэтому, если уже что-то впрыскивать, трансформационное, то, наверное, самое эффективное – это именно через финансовую систему, через банковскую систему. И, безусловно, и регулирование, и вообще какие-либо изменения сегодня дравятся рынкам капитала. Мы сегодня еще об этом довольно много поговорим, но нужно понимать, да, что если бы не было этого давления, если бы финансовый рынок был более толерантен к этим рискам и не видел в них той угрозы, которую мы здесь уже 38 раз, видимо, обсуждаем, то ничего бы не происходило, к сожалению. То есть все-таки уровень сознательности на уровне больших корпоратов, да и не очень больших, пока не достиг того уровня, когда можно говорить о том, что это исключительно органический планомерный рост. Может быть, сейчас придет новое поколение, мы сейчас видим новые тренды, но пока критическая масса не достигнута. А мы уже видим из обзоров, из аналитических сводок, и ученые нам говорят о том, что, в принципе, климат меняется, да, и вот эти физические риски, риски и риски наступления ответственности, они вот уже буквально стоят за дверью. Поэтому, да, мы вот даже на наших мероприятиях тоже очень много говорим именно про физические риски, про риски наступления ответственности. И, естественно, мы говорим про риски перехода, то есть связанные к риске, которые связаны с переходом к экономике с низким углеродным следом, с низким углеродным выбросом. Поэтому с точки зрения нашей стратегии мы, конечно, опять же, ратуем за обеспечение лучшего понимания директорами на уровне советов директоров, влияние изменения климата на финансовые показатели, на риски, связанные с изменением климата, на управление этими рисками, на работу с информацией, на раскрытие этой информации и качество этой информации. И также, конечно, мы работаем над тем, чтобы была открытость, транспарантность, и компании между собой на уровне нашей платформы, на уровне представителей различных советов директоров могли обсуждать, что же все-таки делается в разных компаниях по этому поводу, потому что на сегодняшний день достаточно разрозненная политика у компаний, стратегия, каждый, кто как может, потому что вот это вот климатическое изменение всех застало на разных этапах развития. Кому-то не нужно трансформироваться, они запускаются с точки ноль сразу с учетом этих рисков, а кому-то нужна большая трансформационная работа, а это косты, а это капекс, а это понимание того, что может быть будет даже уменьшение выплаты дивидендов, и даже некоторым акционерам это может не понравиться. То есть это такой большой пласт работы, который требует структурного и системного подхода. И мы надеемся, что мы на нашей платформе в общем-то именно этим и занимаемся, помогаем и даем необходимые инструментарии, информацию, которая будет полезна членам советов директоров. Дальше можно, я бы хотела поговорить, мы бы хотели поговорить про именно структуру инициативы, глобальной климатической инициативы и про то, что происходит на других площадках, в других странах на уровне CGI. Спасибо, Лена. Еще раз спасибо, Светлана, за то, что пригласили нас выступить сегодня перед вашей аудиторией. Мы действительно очень рады поделиться, рассказать про нас в первую очередь и поделиться своими наблюдениями, знаниями с точки зрения корпоративного управления по климатической повестке. Но сначала я бы хотела немного рассказать, как мы начали эту платформу и этот проект, потому что этот проект достаточно молодой. И в 2019 году я стала членом Chapter Zero UK. Это сейчас наша сестринская платформа, но в принципе это платформа, первая платформа, которая была создана как часть глобальной системы климатического управления. И я была членом Совета директоров в одной благотворительной организации, если честно, была достаточно далека от климатической повестки. Но чем больше я была вовлечена в работу Chapter Zero UK, тем больше я была поражена тем, что климатическая повестка, она настолько актуальна, настолько многогранна и настолько важна на всех уровнях бизнеса компаний, что игнорировать это невозможно. И с другой стороны, очень интересно то, что даже в Англии, Англия считается одной из лидеров в климатической повестке, климатической политике, знание директоров в английских компаниях достаточно лимитирован. И таким образом Лена и я решили, что было бы очень своевременно открыть такую же платформу в России. Мы пообщались с World Economic Forum и пообщались с нашей английской сестрой теперь. И мы поняли, что эта инициатива будет очень хорошо принята как в России, так и на уровне мировой глобальной системы управления климатом. Итак, почему же в России мы посчитали, что в России эта платформа будет хорошо принята бизнесом и государством. но в первую очередь это не секрет, что глобальное потепление в России идет достаточно быстро, вернее, в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. А в северных территориях это еще быстрее. Также очень мощный факт, что 65% территории России покрыто вечной мерзлотой. И соответственно трубопроводная инфраструктура может не выдержать изменения климата, потому что она была построена в начале прошлого века в основном. В-третьих, Россия занимает по разным оценкам то пятое, то седьмое место в мире по выбросу парниковых газов. И в основном это загрязнение приходится на сектора электроэнергетики, теплоснабжения, промышленность и транспорт, что составляет 40% ВВП России. В то же время в 2016 году Россия подписала Парижский договор и в 2019 году его ратифицировала, что значит, что все-таки Россия должна продвигаться в сторону глобальных трендов и защитить в первую очередь свои репутационные риски на международной арене. Также в России активность стали внедрять повестку устойчивого развития как на уровне корпоратов, так и на уровне государства. Поэтому наша платформа была как нельзя кстати в России. В то же время с международной точки зрения ВЭФ в 2019 году опубликовал принципы в области управления климатом для Совета директоров, которые включают восемь принципов, и мы о них поговорим позже, но одним из важнейших принципов является обмен знаниями и опытом среди членов Совета директоров. И в принципе это и есть наша основная задача. Именно в 2020 году Всемирный экономический форум начал выстраивать платформу климатических платформ климатических инициатив в разных странах. То есть у них есть задача построить такие платформы в крупнейших G20s. И сейчас уже функционирует семь платформ и Россия является одной из крупнейших наиболее развитых. И вот в конце марта будет открыто еще семь платформ. И семь платформ будет открыто в рамках глобального климатического саммита, который мы проводим с поддержкой Всемирного экономического форума и с поддержкой 15 глобальных платформ. Это прекрасный пример, как мы кооперируемся и строим свои взаимоотношения с нашими западными сестрами и братьями. Сейчас в рамках этого глобального саммита будет где-то 20 разных мероприятий и CGI Russia ответственная за три межконтинентальных семинара. Первый семинар будет посвящен вызовам, которые стоят перед членами Совета директоров в адаптации климатической повестки. Здесь будут CEO и Chairman крупнейших компаний развивающихся рынков. Вторая панель будет посвящена карбонной нейтрализации бизнеса в глобальной нефтегазовой отрасли. Здесь мы тоже приглашаем крупнейшие компании на уровень управленцев в крупнейших компаниях. третья сессия будет посвящена карбонной нейтрализации в глобальном горнодобывающем секторе. Сюда на эти панели мы пригласили такие компании как Total, Any, Locoyl, Glencore, Valley, Polis, Сбербанк. Это будет уникальная возможность послушать взгляд на декарбонизацию руководителей компаний и банков. Поэтому CGA Russia это в первую очередь некоммерческая российская организация, но в то же время она является частью глобальной системы. И сейчас я бы хотела рассказать, как мы все-таки существуем, то есть как создана наша экосистема. значит экосистема в первую очередь мы опираемся на членов нашей нашей инициативы. Члены это директора executives и non-executives российских компаний. Также вторая большая часть нашей экосистемы это компания компаний партнеры, которые хотят быть лидерами глобальной и российской климатической повестки, которые разделяют наши цели и поддерживают нашу деятельность. Третье это сторонники, это международные и российские эксперты, которые участвуют в образовательной деятельности, которую мы проводим на ежемесячной основе. Четвертое это единомышленники, которые представляют регуляторы и некоммерческие организации. И третье это наша то есть третья извините третья и пятая это принимающая организация, которая является клуб независимых директоров Сколково. И сейчас я бы хотела передать Лене, которая расскажет свое вью, почему для компании все-таки важно внедрять климатическую повестку. Да, коллеги Оль, спасибо большое. На самом деле, если можно следующий слайд, пожалуйста, на самом деле, почему нужно, как нам кажется, внедрять климатическую повестку, это вопрос такой немножко философский, потому что с одной стороны ее невозможно не внедрять, потому что существует регулирование. и может быть оно еще пока не четко очерчено, может быть мы пока не заручились такими документами, как, например, кодекс корпоративного управления или аналог стандартов АФРС, который был бы стандартом для нефинансовой отчетности, но та риторика и та работа, которая ведется на уровне регулятора, она невусмысленно дает нам понять, что это регулирование буквально вот уже стоит за порогами. На сегодняшний день очень много регулирования, которые носят рекомендательный характер, и к этому невозможно прислушиваться, и напомню, что кодекс корпоративного управления точно так же является рекомендательным, но при этом компании, которые не следуют кодексу корпоративного управления пишут на биржу большие объяснительные записки письма и имейлы с объяснением, почему у них тот или иной элемент, который заложен в корпоративное управление, не выполнен. Мы предполагаем, да не то чтобы предполагаем, мы в принципе получаем однозначные сигналы от регулятора и из рабочих групп о том, что аналогичные стандарты разрабатываются, внедряются, и мы собственно сами являемся участниками этих дискуссий и рождение этих документов. Более того, это происходит естественно не только в России, Россия тем более не занимается сейчас лидирующее положение в силу своего экономического устройства, все-таки нам нужно понимать, что у нас во многом ресурсная экономика, и поэтому тот факт, что мы в принципе говорим о климатической повестке довольно успешно на самом деле, то есть очень много сентиментов по поводу того, что Россия отстает, а по факту это не совсем так. Мы, может быть, и не лидируем, но мы точно не отстаем, мы находимся в таком хорошем срединном пути, и я думаю, что в 22-м, наверное, в 23-м году, да, то есть уже в следующих годах, вряд ли в этом, мы увидим такой существенный рывок, больше, наверное, все-таки с точки зрения ESG, но и по климатической повестке тоже. вы знаете, что разрабатывают законопроекты, они достаточно прямолинейные, это и принципы, это и лимиты, это и штрафы, связанные с выбросами, поэтому регулирование, как всегда, в нашей стране есть и будет долго созревающее, но потом очень-очень четко и в принципе не побоюсь этого слова даже бескомпромиссное, но посмотрим в итоге к чему мы придем, потому что много лобби, много разных игроков, но если обратиться все-таки к компаниям и к работе на уровне компании, то опять же, да, драйвером всего этого процесса являются рынки капитала, поэтому помимо подготовки к исполнению новых требований законодательства, на что нельзя закрывать глаза, все-таки пускай даже в нашей стране опять же рынки иностранного капитала сегодня не так актуальны, во-первых, нужно понимать, что к иностранному капиталу мы все равно придем, да, и все то, что регулируется там, рано или поздно будет актуально и для России, внутри нас, да, мы все равно полагаемся на рынке капитала и мы не можем игнорировать те требования, которые рождаются на уровне финансовой системы, поэтому укрепление долгосрочной финансовой стабильности компаний также лежит во главе угла и мы должны понимать, что есть прецеденты, есть компании, получающие люботные кредиты, есть компании, которые каждый раз, общаясь с инвестором обществом, имеют неприятные моменты, как репутационные, такие, к сожалению, прямые вопросы о том, а что, собственно, конкретно вы делаете с точки зрения карбоновых выбросов, что вы делаете конкретно с точки зрения ESG, что вы делаете конкретно с точки зрения управления климатическими рисками. И это не просто вопросы, которые задают инвесторы, потому что у них в мандате что-то прописано, им надо просто поставить галочку. Это вопросы, которые очень-очень предметные. Аналитики читают отчеты, читают прошлогодние отчеты, спрашивают и оценивают и запоминают всю ту информацию, которая предоставлялась в предыдущие периоды. И мы сами были не раз свидетелями того, когда компании были вынуждены ну прям вот по ходу выкручиваться, что-то объяснять, потому что никто не ожидал, что инвесторы будут задавать настолько предметные и конкретные вопросы, а внутри компании эти вопросы не то чтобы не были подготовлены, они даже не создались настолько предметно. То есть выпустили годовой отчет, выпустили стратегию на ближайшие несколько лет с общими фразами и на этом успокоились. Нет, сейчас, к сожалению, это уже так не работает и вы видите, что в годовых отчетах они очень активно как раз готовятся и выпускаются компаниями, вы видите, что совершенно изменялся подход. То есть появились графики, появились цифры, появилась матрица рисков и работают целые департаменты, консультанты, помогающие компании все-таки в эту трансформацию войти и как-то по-другому на себя посмотреть. не говоря уже о принципе экологических рисках, возвращаясь к истории с норникелем, да и не только с норникелем, просто это такой яркий сегодня пример, но управление экологическими и технологическими рисками, связанными с изменением климата, к сожалению, также нуждаются в отдельном подходе и директора часто закрывают на это глаза в выплате дивидендов или несвоевременности или сейчас очень популярно, а вот ковид, нам и так все сейчас сложно, у нас упала выручка, давайте поговорим об этом в следующем году, но тут опять как бы регулятор не спит, инвестсообщество не спит, финансовые рынки не спят, они говорят, ну может быть у вас ковид, конечно, но тем не менее кредиты вы по льготным ставкам не получите и инвесторы не очень, не очень будут довольны тем или иным, отсутствием вернее того или иного элемента вашей стратегии. Конечно, понятно, что это в основном актуально для компаний с листингом, для компаний, которые так или иначе видны на бирже, будь то банды или эквити, но даже для частных компаний, которые приходят за финансированием в кредитные организации или планируют IPO, или планируют даже какой-то M&A, все равно так или иначе это становится важнее. Не говоря уже опять же про то, что есть просто экологические риски, которые технологические риски, и они могут настигнуть любую компанию просто в силу того, что это физический риск, который наступает, и игнорировать его никак нельзя. Ну и, конечно же, такой элемент, как репутация, позиционирование, торговая марка. Я чуть-чуть уже сказала про следующее поколение, то есть теперь наши потребители, они тоже становятся осознанными, им тоже не хочется загрязнять окружающую среду, и это не просто слова на уровне того, что мы наблюдали, например, в 80-х годах, хотя там тоже нельзя сказать, что это были просто слова, но, тем не менее, сейчас это все приобретает уже более структурный характер, такой взвешенный подход, и потребители голосуют кошельками, они голосуют своими бюджетами, будь то B2B или B2C, в любом случае мы видим реакцию потребителя на ту или иную продукцию, и вот этот вот значок, что это экологично, или что это с учетом климатической повестки, или еще как-то, сейчас такой разброт и шатание, то есть, к сожалению, я бы с удовольствием хотела бы вам сказать, вот есть стандарт, вот есть подход, давайте следовать вот этому стандарту, вот этому подходу, и это делается так, но немножко это преждевременно, то есть мы сегодня держим руку на пульте, говорим больше о трендах, говорим больше о тенденциях, наблюдаем, во что это все-таки выльется, но игнорировать работу, вернее, подход потребителя, будь то B2B или B2C, мы тоже не можем, потому что это влияет просто в переговорной комнате, то есть приходят люди с тем же маркетингом, бюджетом или любым другим и задают конкретный вопрос, покажите, расскажите, и приходится отвечать, то есть уже просто отмолчаться или сказать управление климатическими рисками, это важно, тоже не получается. Сейчас, если можно, следующий слайд, я бы хотела поговорить именно про вот эти конкретные методические рекомендации, про то, а что же, собственно, делать, кто является стандартом, что является, что является стандартом, и в этой связи я бы хотела обратить ваше внимание на TCFD. Наверное, я не первая, кто говорит об этом, но буквально чуть-чуть, два шага назад, все-таки, что же такое TCFD. TCFD – это рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата. Я подчеркнула, что здесь речь идет именно про финансовую информацию, про нефинансовый отчет, сейчас скажу чуть-чуть позже, но вот именно говоря про TCFD, рекомендации TCFD, мы говорим про финансовую информацию, и это информация, связанная с изменением климата. Это регулирование начинает только формироваться, и рекомендации TCFD, они методические различные материалы, они все носят добровольный, рекомендательный характер, но тем не менее, как бы это не звучало странно, в TCFD присоединяется все больше и больше компаний, и на сегодняшний день это уже почти 800 организаций, которые добровольно вступили и сказали, что да, мы поддерживаем принципы TCFD, ну там 780 с чем-то организаций, которые сказали, что да, мы поддерживаем принципы TCFD, мы считаем это важным, мы публично выражаем свое почтение этой рабочей группе, всячески ей помогаем, и это прямо растет, можно сказать, по экспоненту, особенно вот сейчас, когда последние пару лет появилось еще много различных информационных поводов, и мы видим, что и некоммерческие организации присоединяются к TCFD, они также многое публично высказываются по этому поводу, поэтому это рекомендации, которые, ну, уж точно нельзя игнорировать, тем более, они сами по себе очень хорошие, если вам захочут, вы можете зайти на сайт, посмотреть, поинтересоваться, почитать различные аналитические отчеты о деятельности TCFD, и вот нам все равно кажется, что, ну, это такая незавышенная хорошая оценка этим принципам, это материалы, с которыми можно, можно и нужно работать, это действительно работающая рабочая группа, они делают очень емкие материалы и участвуют практически во всех рабочих группах, и это не просто энтузиасты, а большие профессионалы, поэтому в любом случае ознакомиться нужно и, может быть, даже внедрить свою деятельность, потому что это действительно очень-очень полезно, потому что это влияет и на корпоративное управление, и на репутацию, и на управление финансовыми рисками, и на закладку в матрицу рисков, и на финансовое управление в контексте стратегии, поэтому тут такой вот подход, мне кажется, здравый, то есть в любом случае нужно ознакомиться. ТСФД как раз-таки делят все риски на физические риски и риски перехода, и как раз переходного периода, то есть переход к низкоуглеродной экономике с пониманием, что очень большое количество компаний закладывают косты, закладывают капексы, которые на эту трансформацию, и это точно не произойдет за год или два, то есть это такое планомерное движение, которое нужно регулировать и которое нельзя отпускать на самотеку, поэтому в этом случае, в этом смысле их рекомендации также очень полезны. Что интересно, что эти рекомендации ТСФД, они ведь, помимо того, что они рекомендации, некоторые из них, если не все, то где-то больше, где-то меньше, начинают внедряться на уровне законодательным различных стран, то есть и Европейский союз, по-моему, это был аж 18-й год, то есть не прошлый год, не позаправлюсь, в 18-м году они начали внедрять в принципе ТСФД в свое законодательство, и это уже перестает быть просто рекомендациями. Великобритания точно так же заявила, что они на законодательном уровне будут внедрять эти принципы. Япония также заявила о том, что они это будут внедрять. И даже если вы посмотрите на разработки Минеха, где у нас говорится про процедуру нормирования выбросов парниковых газов, про процедуру выдачи разрешений на выбросы, про взимание сборов, про публикации отчетов, это тоже во многом так скажем, может быть, не дословно, но во многом взято из рекомендаций ТСФД. Еще раз обращу внимание, что вы, наверное, увидите довольно много стандартов, довольно много рекомендаций связанных с ССГ, связанных с нефинансовой отчетностью, но на сегодняшний день именно ТСФД являются лидерами с точки зрения финансовой отчетности, вернее, скажем так, учета нефинансовых показателей в финансовой отчетности в контексте управления климата. Наверное, можно вот так сформулировать. Что еще хотелось бы здесь добавить, что вот вы видите на слайде, в общем-то, вот эти принципы, которые ТСФД внедряет, это во многом верхнеуровневая рекомендация, которая уже на уровне компании или на законодательном уровне прорастает и приобретает какие-то более предметные и конкретные элементы, но я думаю, что для нашей сегодняшней дискуссии в общем-то, я вам более или менее рассказала про все из них и дальше. Оль, наверное, слово тебе. Да, спасибо, Лен. Я как раз хотела немножко сделать дайв-ин в ТСФД и рассказать немного более подробно про то, что рекомендует ТСФД делать компаниям. Но прежде чем мы вернемся к ТСФД, я хотела сказать, хотела напомнить, я думаю, что это в принципе все знают, но это очень важный факт, который хотелось бы еще раз подчеркнуть. В 2020 году Всемирноэкономический форум в своем отчете о глобальных рисках выделил климатический риск как номер один с точки зрения последствий и с точки зрения вероятности его материализации. И как пример, в 2019 году изменение климата нанесло ущерб в 100 миллиардов долларов. И в принципе, наверное, это не так много относительно глобальной экономики, но эксперты ожидают, что эта сумма достигнет 8 триллионов долларов к 2050 году, и это будет стоить 3% глобального ВВП. В то же время многие климатические воздействия сегодня уже неизбежны. Их последствия для бизнеса еще можно изменить. Поэтому для совета директоров очень важно понимать, какую важную роль играют климатические риски и возможности в их бизнес-стратегии. И также очень важно подчеркнуть, что если мы хотим добиться глобальной карбонной нейтрализации, то нейтральность, то необходимо, чтобы каждый бизнес, каждый финансовый институт, каждая страховая компания, каждый инвестор изменил свою стратегию и свою бизнес-модель. И, конечно, это повлечет за собой риски переходного периода, но в то же время это откроет огромные возможности даже уже в ближайшее время. Итак, в международной практике, в первую очередь, TSEFD разделяют риски на физические, риски связанные с природными явлениями и риски, связанные с переходом к низкоуглеродной бизнес-модели. В эти риски включаются политические риски, правовые, технологические, репутационные и так далее. И здесь тоже важно подчеркнуть, что климатические риски это не только потенциально стратегические риски, это сейчас в первую очередь финансовые риски, это ущерб, который может повлечь за собой огромные убытки для конкретно вашей компании, компании, которые находятся в цепочке поставок. Соответственно, члены совета директоров должны не только уметь раскрывать климатические риски, но также уметь их предвидеть, ими управлять, искать пути их минимизации. И как Елена уже сказала, что очень много внимания западные инвесторы стали уделять именно климатическим рискам. Но тем не менее, Минтер Эллисон, это крупнейшая австралийская консалтинговая компания, например, оценила, что только семь компаний, торгующихся на австралийской фондовой бирже, раскрывают климатические риски своей отчетности должным образом. Итак, инвесторы сейчас все больше и больше начинают уделять внимание своей стратегии компании с точки зрения климата, поэтому мы тоже хотим рассказать вам, что это значит конкретно для компаний. Но в первую очередь инвесторы смотрят, если компании следуют рекомендациям TCFD. Второе, они смотрят на стратегию карбона-нейтральной, к переходу к карбона-нейтральному бизнесу, насколько эта стратегия реальная, потому что, как мы знаем, сейчас достаточно много компаний на Западе в первую очередь дают очень амбициозные планы, но не факт, что эти планы будут реализовываться и на самом деле даже, наверное, в большинстве случаев у них даже нету конкретных шагов, как они достигнут этих амбициозных целей. Второе, это наличие дорожной карты по сокращению карбонных выбросов. Это как раз то, о чем я сейчас говорила, насколько у компании есть конкретный план по уменьшению карбоновых выбросов. И следующий момент, который тоже очень важен, у нас был даже посвящен целый семинар на эту тему, это отражение климатических изменений в бухгалтерской отчетности, потому что в бухгалтерской отчетности там нету понятия климатического риска, но тем не менее аудиторские комитеты, аудиторы должны отражать эти риски в финансовой отчетности, поэтому оценка рисков очень важна и влияет на сроки эксплуатации активов, на справедливую стоимость актива, на резервы по безнадежным и сомнительным долгам и так далее. Еще немаловажные факты это оценка и раскрытие климатических рисков. Как у компании выстроена оценка риска, есть ли анализ разных сценариев, раскрывает ли компания результаты этого анализа в своей отчетности. И последнее, наверное, это самое маловажное, это насколько у компаний выстроено климатическое управление. Что значит климатическое управление на уровне совета директоров? Есть ли специальный комитет, который отвечает за устойчивое развитие компаний и в то же время этот комитет отвечает за климатическую повестку? Есть ли достаточно знаний у членов совета директоров, чтобы задать квалифицированные вопросы управляющим компанией и выстроить определенный канал коммуникации для всех компаний? И так понятно, что климатическая повестка должна быть интегрирована на каждом уровне бизнес-процесса. Каждая компания должна начать свой путь с проработки рекомендаций TCFD. И как Елена уже сказала, TCFD как раз дает очень четкую дорожную карту, как интегрировать климатические вопросы в бизнес-компании. Ольга, извините, я вас прерву, у нас по времени уже остается совсем немножко, поэтому как-то надо сворачиваться, я помню, у вас тоже ограничения, может быть, еще хочется успеть задать пару вопросов. Ну, в принципе, я думаю, может быть, можем, если есть какие-то вопросы, ответить на эти вопросы, потому что это буквально предпоследний слайд, и в рамках ответа на вопросы мы, наверное, можем осветить то, что там осталось, потому что там уже буквально заключительные моменты, так что мы готовы, в принципе, наверное, отвечать на вопросы. Да, давайте тогда, может быть, я озвучу, один вопрос в чате задавали, как бы вы коротко характеризовали разницу вашей инициативы, того, что вы делаете в просветительской среде, от инициатив, которые сейчас делают другие организации, например, РСПП, АНД и другие. То есть, ну, коротко отличительные характеристики. И я хотела бы тоже добавить вопрос от себя. Мы все занимаемся относительно просветительной деятельностью. С чего стоит начать тем, кто вообще не в теме, но понимает важность вопроса и хотят двигаться к вот этой климатической повестке. все признают важную проблему отсутствия необходимых знаний и компетенций. С чего начать? Можно я отвечу? Да, конечно. Я хотела тебе предложить. Давай, ты первая, я вторая. Да. У нас два основных отличия. Первое, это то, что мы фокусируемся только на членов совета директоров. То есть, мы не экологи, мы банкиры, юристы, мы смотрим на климатическую проблему с бизнес-точки зрения. И мы просвещаем членов совета директоров, что им нужно делать на их уровне, чтобы климатическая повестка оставалась на каждом совете директоров. Это первое. А второе, это то, что у нас российская компания, и, конечно, мы фокусируемся на российский бизнес, но мы часть глобальной системы, поэтому у нас регулярный диалог с западными лидерами по климатической повестке, и у нас интеграция идет российской экспертизы и западной экспертизы. Ну, тут меня на самом деле добавить нечего, потому что, да, действительно, то есть мы, как вначале было сказано, мы даем инструментарии членам совета директоров, и на наших заседаниях, на наших мероприятиях, это ведь не просто такие, да, презентационные материалы, а всегда можно воспользоваться, у нас есть и вопросники, и мы планируем со временем вводить определенную сертификацию, может быть, то есть какие-то делать тестирования, подтверждать какие-то знаки качества, то есть мы только в начале нашего пути, но, безусловно, тут будет какой-то элемент обучения и такого практического просвещения, мы рассматриваем кейсы, мы говорим про практику на разных уровнях российских и западных компаний, как к этому подходят, поэтому тут такой момент, в общем-то, такого активного практического просветительства для членов совета директоров, чтобы, придя на заседание, членов совета директоров мог реально почелленджить менеджмент, и не воспринять то, что идет снизу, а быть вооруженным определенными знаниями, которые позволят задать вопросы, может быть, даже неудобные вопросы менеджмента для того, чтобы подстегнуть компанию к какому-то более всестороннему размышлению на тему управления климатическими рисками, то есть проактивный подход, а не подход в режиме реакции. А отвечая на второй вопрос, с чего, собственно, начать? Ну, на самом деле, тут опять же, мы понимаем, что есть регулирование, то есть начать с регулирования, понять, где компания находится с точки зрения регулирования, насколько она на сегодняшний день комплайн. Второе, рынки капитала, в зависимости от финансовых показателей и в зависимости от того, где компания себя сейчас ощущает и как она управляет своими финансовыми потоками, нужно понимать, что климатические риски и управление с учетом климатической повестки, это ведь история про то, как вы будете привлекать капитал, как вы будете им управлять, что вы будете говорить своим инвесторам, что вы будете говорить банкирам с точки зрения привлечения этих денежных средств и целей, на которые вы привлекаете эти денежные средства, это один аспект. Второй аспект это риски, физические риски, связанные с изменением климата, если это какое-то производство, то нужно точно так же в матрицу рисков закладывать, что есть некое грядущее изменение климата, которое может так или иначе повлиять, вот об этом как раз-таки на уровне TCFD, у них там много рекомендаций, говорится про этот сценарный анализ, который если не игнорируется, то по крайней мере не уделяется такое большое должное внимание, которое было бы очень актуально. Мы, конечно, понимаем, что это расход, мы понимаем, что это может быть дополнительные кадры, что это дополнительное время, это дополнительные ресурсы, и компании, безусловно, делают это не хотя, но хотя бы потихоньку начинать образовывать и совершать какие-то действия и пользоваться какими-то ресурсами, дополнительными там аутсорсинг или бесплатные ресурсы, или какие-то дополнительные продукты, которые предлагают консультанты не гнушиться пользоваться этим, потому что и у Делойта, и у различных других консультантов, юридических консультантов есть довольно много материалов и довольно много услуг, они могут прийти, рассказать на уровне борда, провести по каким-то кейсам, да, и мы можем это сделать абсолютно бесплатно и в такой вот просветительской манере, поэтому мы, в общем-то, призываем наш советы директоров обращать на это внимание, пользоваться этим контентом, пользоваться этими знаниями и во многом, в общем-то, как бы расширяет, да, линейку своих знаний и набор тех кейсов, которые есть в голове, которыми можно оперировать для того, чтобы не совершать ошибок других игроков и, в общем-то, быть немножко на передовой в этом смысле. Вот я бы так ответила. Спасибо большое за развернутый ответ. Ольга, вы хотите что-то добавить? Да, нет, в принципе, наверное, Елена полностью закрыла тему. Да, мы уже подошли к нашему временному лимиту. Огромное спасибо Ольга и Елена за интересную презентацию, за то, что двигаете это все дело вместе. Любая просветительская работа в этом направлении очень важна. Спасибо. К теме TCFD мы еще вернемся. У нас этот месяц прямо месяц TCFD. На следующей неделе у нас будет еще один вебинар с Carbon Trust и исследовательским центром НРПО. Для слушателей, которые слушали наш вебинар на прошлой неделе, хорошая новость. На вебинаре на следующей неделе будет доступен перевод, то есть будет возможно послушать на русском и на английском. Ну и также напоминаю, что в пятницу для тех, кто любит экспериментальные форматы, мы будем экспериментировать с Clubhouse, и кому нужны инвайты, можете писать нам напрямую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. Приятного дня. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.